В нынешнем 2020 году Санкт-Петербургу исполнилось 317 лет, и столько же лет существует бывшей столицей Российской империи татарская община. 27 мая 1703 год. Важная дата в истории нашей страны. По указу Петра I на Зайчьем острове, в дельте реки Невы, на только отвоеванных у шведых землях, была заложена крепость Санкт-Петербург. Так началась летопись города на Неве. Среди первых строителей Петербурга наравне с башкирами, калмыками и чувашими, финнами и шведами, русскими и украинцами трудились татары. Проект крепости был задуман лично Петром I. Санкт-Петербургская крепость, она же Петропавловская, никогда не принимала непосредственного участия в военных действиях. С самого начала своего существования она стала главной политической тюрьмой нашей страны. Одним словом, русская вастилия. Наиболее известные ее узники – царевич Алексей, княжна Тараканова, Достоевский, Вакунин, Горький, Декабристы. Главные доминанты крепости – Петропавловский собор, где покоятся российские императоры, начиная с Петра I, заканчивая Николаем II. С 1924 года Петропавловская крепость – один из главных музеев Петербурга, который открыт для вас ежедневно.